За окном зима со своими морозами, оттепель и снегом. Хочется чего-то теплого, вкусного, грибного. Значит, пора заглянуть в морозилку с запасами грибов и испечь пирог. Достаем пакет отваренных грибов 400-500 грамм, пакет слоеного замороженного теста, размораживаем около часа, сливочное масло, репчатый лук, морковь, чеснок, натертый пармезан, яйца два штуки, сливки, лимон, зелень, петрушка, шпинат, любая доступная, в том числе замороженная, соль, спецы по вкусу. Сначала мы нарезаем лук. Следом на терке измельчаем морковь. Добавляем чеснок и измельчаем его. Морковь и чеснок перемешиваем. Нарезаем нашу зелень. Замороженный шпинат. После чего включаем нашу плиту. Готовим начинку. Итак, на разогретую сковороду выкладываем масло, растапливаем, жарим нарезанный лук до золотистой корочки, выкладываем грибы в сковородку, подсаливаем, перемешиваем, жарим на среднем огне вместе с луком 15 минут. Без крышки, чтобы выпарить лишнюю влагу. Засыпаем тертую морковь с размельченным чесноком, перемешиваем. Засыпаем мелко нарезанную зелень, перемешиваем. Туда же выдавливаем половину чайной ложки сока лимона. Смесь жарим 10 минут, периодически перемешивая. Вливаем сливки. Тушим 10 минут. Пробуем на соль. При необходимости досаливаем. Добавляем специи. Выключаем плиту, даем остыть. Все, наша начинка готова. Собственно, это уже вкусно и можно есть. Далее нам понадобится любая бумага для запекания. На дно формы по размеру выкладываем бумагу для запекания. Переходим к тесту. Размороженный пласт разрезаем пополам. Раскатываем половину теста. Выкладываем на бумагу. Края теста должны заходить на стенки формы. Пока опять вернемся к начинке. Одно яйцо разбиваем. Во втором яйце отделяем желток. Он нам понадобится позже. Перемешиваем. Две чайных ложки тертого сыра. Перемешиваем. И перемешанную смесь добавляем в нашу остывшую начинку. После чего тщательно перемешиваем. Теперь нашу начинку мы выкладываем в нашу форму. Раскатываем второй и закрываем им начинку. Края пластов соединяем, прищипываем, приминаем вилкой. Делаем красивый бортик. Может быть у кого-то получится красивее. В нескольких местах прокалываем вилкой верхний пласт теста, чтобы выходил воздух. Смазываем отделенным желтком для румяной корочки. Ставим форму в разогретую духовку. Выпекаем. Весь процесс с чисткой овощей, приготовлением начинки и запеканием занимает максимум полтора часа. Возможно займет два, если готовите в первый раз. Очень вкусно. Удивите пирогом и с грибной начинкой друзей и близких. Понравится всем. Приятного аппетита.